Казацко-цатарский корпус После форсирования прута отряды казаков натолкнулись на молдавско-семигородские силы под предводительством только что узурпировавшего трон Георгия Штефана. Войско Штефана насчитывало от 10 до 20 тысяч воинов. Впрочем, это не помешало запорожцам взять вверх. Армия Штефана отступила, а Василий Лупул снова стал властителем Молдавии. 28 апреля 1919 года повстанческая бригада Нестора Махно получила приказ командира Заднепровской дивизии Красной Армии наступать на Таганрог и Ростов. Махновцы восстановили фронт между Мариуполем и Волновахой, который развалился после бегства красных под ударами белого генерала Шкуро. Получив приказ наступать, бригада Батьки разгромила полк белых, захватила 8 пушек, 12 пулеметов и взяла в плен 300 казаков и 500 мобилизованных белыми крестьян. Из пленных кубанцев Махно сформировал дивизион Морозова, который позже развернулся в кавалерийский Махновский полк.